Таги Шау Следствие при этом уже установило, огонь велся из села Орловское, где находится 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ. По данным штаба территориальной обороны ДНР погибли три человека, среди них один ребенок. В последние несколько дней столица Донецкой Народной Республики подвергается жесточайшим ударам украинской артиллерии. По расположению домов я и не думал вообще, что можно как-то прицелиться, не прицелиться, я не знаю, попасть сюда. Ну вот, вот так вот, вот так случилось. Что за нелюди такие? Фашисты. Самые настоящие. Фашисты. Убийцы. Как-то так. Целятся в мирных умениях? Ну а в кого? Ну а в кого они целятся? Елена Мечерюкова показывает увесистый осколок, который залетел в ее квартиру. В отличие от немецких журналистов, она точно знает, кто ее обстреливает. Укропы наши, спасибо им. И вот это мы здесь живем в Киевском районе, мы живем 9-й год так, чтобы они так не жили. Я не желаю даже, чтобы они так жили. И снова переход в параллельную реальность, на этот раз во французскую. Х-38. Репортаж телеканала Франц-24 о том, как украинские военные в полях Донбасса используют переданные Парижем артиллерийские установки «Цезарь». Особо подчеркивается для поражения военных целей. Нас послали во Францию, чтобы мы научились использовать установку «Цезарь». То есть Франция еще и обучила украинских артиллеристов на своей территории. А вот кадры из суровой реальности – это то, что осталось от снаряда, который 10 июня попал в дом рядом с резиденцией главы ДНР. То есть он был выпущен по центру Донецка. А где у него эти вот обозначения, да? Мурат, Мурат. После очистки поверхности эта надпись видна абсолютно отчетливо, как и калибр 155. И все остальные технические обозначения. Снаряд производства компании «Некстер Системс» Франция, как раз для «Цезаря». Последние цифры, дата выпуска – 4 февраля 2007 года. Прикасаются к тому, что осталось от снаряда, теперь в перчатках. Это улика в расследовании преступлений против мирных жителей. В Донецке работают специалисты Следственного комитета России. В основном град и 155-ки, 122-е и ураганы. То есть со всех калибров, которые нам известны, летят сюда. 155-е достаточно много именно было сюда попаданий? Да, вот осматривали рынок. Но мы не знаем, это он или нет. Опять же, это должны специалисты сказать. Поэтому кассетная. Ну, так по предположению, что кассетная. В западных СМИ подобные кадры редко увидишь. Солидарность с Украиной, она ведь автоматически означает и солидарность с этими преступлениями, о которых не хочется знать, которые не хочется видеть. Того, кто о них все же расскажет, всегда можно назвать подпавшим под влияние российской пропаганды. Зато в немецком телеэфире охотно обсуждают информационные вбросы украинских военных пропагандистов. Теперь российская армия якобы прицельно бьет по объектам водоснабжения. Вода. Господин Нурипур, вы хорошо разбираетесь в оборонной политике. Вода – это, так сказать, самое экзистенциальное, что нам, людям, необходимо. Это же военное преступление. Это отвратительное военное преступление. И как тут не сказать, где же вы были последние 8 лет, когда у всех на глазах военное преступление совершал Киев, пытаясь лишить воды населения Крыма. Ее поставки по северокрымскому каналу были восстановлены лишь в результате российской военной спецоперации на Украине.